Здравствуйте! В эфире «Свободные новости» и с обзором последних событий в студии Сергея Чайникова. Смотрите сегодня. В борьбе за качество. Жители жалуются на качество воды в квартирах. Все-таки период цветения воды какой-то происходит в течение от недели до трех недель. Безопасность на контроле. В городе прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Не принять образовательные учреждения пока основания нет. За здоровый образ жизни. Свободный отпраздновал день физкультурника. А теперь об этом и многом другом. Подробнее по традиции. Короткие новости. 10 августа состоялось 12-е внеочередное заседание Думы городского округа «Затосвободный». Во время него был утвержден проект решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в устав городского округа «Затосвободный». Была создана рабочая группа по подготовке изменений и дополнений в устав городского округа. Публичное слушание по вопросу обсуждения проекта решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в устав городского округа «Затосвободный» назначены на 31 августа 2017 года. Помимо этого на заседании было принято решение об обращении к председателю Ассоциации «Затосвободный» с целью рассмотрения вопросов включения городского округа «Затосвободный» ассоциированным членом Ассоциации «Затосвободный». 11 августа в «Затосвободном» прошли спортивные мероприятия, посвященные празднованию Дня физкультурника, а в спортивной площадке возле Дворца культуры состоялся футбольный турнир. В соревнованиях приняли участие три команды спортсменов. По итогам соревнований все были награждены сладкими призами. В День физкультурника сотрудники Дворца культуры «Затосвободный» провели праздник для детей дворовые виды спорта. Вместе со сказочным героем Козой Глашей ребята играли в давно забытые игры, угадывали загадки, соревновались в ловкости и силе. Погода в этот день удалась на славу, поэтому участников с каждым конкурсом становилось все больше. Также ребята проявили себя и в творческом конкурсе «Арт-студия». Еще год назад жители городка просто атаковали коммунальную организацию «Кедр», жалуясь на качество воды из-под крана. Предприятие совместно с администрацией города провело большую работу в этом направлении. Число жалоб уменьшилось в разы. Однако за последние две недели этот вопрос вновь взволновал свобача. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Директор муниципального коммунального предприятия «Кедр» Сергей Казаков демонстрирует емкости с водой. Первая самая большая привезена с теляны. Оттуда вода начинает свой путь в дома жителей. Во второй бутылке вода, которая прошла систему коагуляции. В третьей емкости находится вода, прошедшая процесс кипячения. В последние две недели поступало очень много жалоб по качеству воды, поставляемой населению поселка. Я решил продемонстрировать, что делает мубжик «Кедр», для того, чтобы качество воды соответствовало всем стандартам. Вот эта вот вода, которая перед мной стоит, это изначально вода в водоеме. Значит, по измерительным приборам, наш прибор показывает, цветность вообще измеряется воды в градусах. Цветность воды в водоеме Теляна превышает 70 градусов. У нас прибор настроен на 70 градусов и он зашкален. Чтобы решить данную проблему, коммунальщикам даже пришлось обращаться в соседние муниципалитеты для перенимания опыта. После чего рабочие провели ряд мероприятий, которые позволили улучшить качество поставляемой воды. Значит, хочу сказать и заверить жителей о том, что ежесуточно ведется мониторинг состояния воды. И постоянно мне об этом докладывается. И контроль за состоянием питьевой воды очень жесткий. Раз в неделю мы возим данную воду на анализы в Роспотребнадзор. Значит, замечаний по воде нет. А те замечания, которые были после кипячения, это, как нам объяснили даже в Роспотребнадзоре, это от того, что все-таки период цветения воды какой-то происходит в течение от недели до трех недель. Ну, как с этим бороться? Значит, мы добавили в рамках позволенного хлор, чтобы ликвидировать вот эту вот желтую накипь. Значит, еженедельно наши специалисты промывают водовод в городке на концевых точках. А также ЖЭО постоянно держит на контроле и мониторит заявки, поступающие от жителей. Отметим, что руководство города уделяет большое внимание и качеству воды в свободном. Только в прошлом году на эти цели было направлено порядка трех миллионов рублей. В этом году власти выделили средства на покупку реагентов для очистки воды. Более того, в этом году на территории городского округа было открыто две скважины питьевой воды. Еще один родник откроется в ближайшее время. В свободном прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году. К комплексную проверку проявили специалисты Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, полиции, администрации города и Национальной гвардии. Летние каникулы стремительно подходят к финишу. И в учреждениях образования города готовятся принимать детей. Этим летом ремонтные работы провели в школе, детских садах и учреждениях дополнительного образования. В общей сложности на эти цели из муниципального бюджета было выделено более 8 миллионов рублей. Напомним, в детских садах проходили ремонты окон, пищеблоков, спортивных и музыкальных залов, а также уличных веранг и менялись коммуникации. В центре детского творчества «Калейдоскоп» рабочие также утеплили окна, отремонтировали часть помещений для занятий. В детско-музыкальной школе преобразился концертный зал. В детско-юношеской спортивной школе произвели замену теплового пункта, отремонтировали холл и ряд кабинетов зданий бассейна «Дельфин». Работы в образовательных учреждениях города кипели на протяжении всего лета. Их качество, а также в целом подготовку учреждений к предстоящему учебному году специалисты оценили во время приемки, которая прошла 11 августа. Приемка достаточно у нас в этом году серьезная, участвует очень много специалистов. Это специалисты Роспотребнадзора с Нижнего Тагила, специалисты ПОЖНадзора, специалисты из Нацгвардии, специалисты от нашего отдела МВД, отдела ГИБДД, также специалисты администрации и по городскому хозяйству, и отделу образования. То есть, ну, как вы видите, достаточно обширная комиссия. Ну, в общем-то, целью приемки стоит посмотреть, насколько учреждение готово к началу работы, насколько все требования и проведенные ремонты соответствуют законодательству, соответствуют тем санитарным требованиям, пожарным требованиям, которые предъявляются к образовательным учреждениям для приема детей. Просмотр необходимой документации у комиссии в приоритете. Также члены комиссии лично осматривают учреждения, проходя по помещениям зданий. Площадь, герои, доча, я что играю, что смотрели, да? Есть 300 метров квадратных? Ну, сегодня мы уже проверили два детских сада, проверили школу номер 25, в ЗАТО поселок свободный. Замечаний в образовательных учреждениях нет, по состоянию на сегодня они приняты к новому учебному году. Ну, если есть какие-то недостатки, они сказаны руководителям этих объектов, они, в принципе, устраняются в течение дня, как бы не принять образовательное учреждение, пока оснований нет. В свою очередь, сотрудники полиции особый упор во время проверки делали на антитеррористическую безопасность. Акцент делаем на антитеррористическую безопасность, защищенность объектов. Смотрится ограждение периметра всех учреждений, также наличие видеонаблюдения, срабатывание тревожной сигнализации, как с выводом на пульт охраны в неведомственной, либо в неведомственной, либо частной охранной предприятии, с кем заключены договоры. Проверяем работоспособность их, время прибытия групп немедленного реагирования, экипировку. Мы также проверяем действия учёков при поступлении сигналов. Проверяются в учреждениях, проверяются паспорта антитеррористической безопасности, делается также акцент на актуальность паспортов, ежегодное внесение корректировок по антитеррористической безопасности. В целом, межведомственная комиссия осталась довольная подготовкой образовательных учреждений города к новому учебному году. Акты приёмки подписаны, а это значит, что безопасности детей ничего не угрожает. Между тем, приёмка образовательных учреждений Свердловской области завершилась 15 августа. Ход подготовки к новому учебному году и соблюдение установленных сроков находится под личным контролем главы региона Евгения Куйвышева. Десятое сентября — единый день голосования. В 20 регионах страны по новым правилам пройдут выборы высших должностных лиц субъектов Федерации и депутатов законодательных органов. Каждый голос важен. Каждый человек имеет право выбирать, где бы он ни находился. Поэтому теперь проголосовать можно там, где удобно. Живёте не по месту регистрации или планируете поездку в день голосования? Сессия, отпуск или командировка? Мобильные избиратели могут проголосовать в любом избирательном участке своего региона. Нужно только заранее написать заявление о включении в список избирателей на удобном для вас участке. Как это сделать? Выбирайте! Если вы уже вдали от дома, не по адресу регистрации, то пишите заявление в ближайшей к вам избирательной комиссии. Вас внесут в список избирателей по месту нахождения. Если сейчас вы дома, но собираетесь уехать, вас ждут в привычной избирательной комиссии по месту вашей регистрации. Напишите заявление и укажите избирательный участок, где будет удобно проголосовать в день выборов. Выбрать участок вам помогут специалисты информационно-справочного центра по телефону. Только помните, что участок нужно выбирать в пределах своей области, края или республики. Кроме того, адреса и контакты избирательных участков можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Еще проще подать заявление через интернет, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Выбирайте любой участок в своем регионе и голосуйте там. Изменились планы, и вы уезжаете из дома накануне выборов? Не беда, заполните специальные заявления в своей привычной участковой комиссии и голосуйте там, где выбрали сами. Каждый голос важен и должен быть учтен, поэтому выборы проходят под общественным контролем, в присутствии журналистов и при помощи современной техники. Голосуйте, где удобно. Праздник тех, кто молод душой и крепок телом, в минувшие выходные в России отмечали День физкультурника. Накануне праздника в свободном заслуженной награды получили лучшие спортсмены и представители спортивной сферы. Торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших спортсменов и сотрудников сферы физической культуры и спорта, прошло в танцевальном зале Дворца культуры. Собравшихся поздравил глава администрации Андрей Матвеев. Зато свободный является спортивным городом, но наша задача все равно остается вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни, в занятия физической культуры, в занятия спорта. Для этого мы будем делать запланированное достаточно много мероприятий, будем строить физкультурный оздоровительный комплекс, будем строить корт, чтобы каждый житель мог свободно заниматься физической культурой. В своем выступлении Андрей Александрович отметил достижения спортсменов, наградив их, а также работников физической культуры и спорта благодарственными письмами. Баскетболом я занимаюсь с второго класса, то есть это уже 7 лет. Баскетбол значит многое в моей жизни, тренировки, все взлеты, падения, переживаю всегда. Тренеру спасибо большое, он нас всегда поддерживает, и как без него мы ничего не добились. Награды, ну, самый перспективный игрок получал лучшего игрока в команде, как и просто турнира. Ну, это все благодаря партнерам по команде. В спортсменке по тяжелой атлетике Веронике Кашиной в преддверии праздника приказом Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области был присвоен спортивный разряд кандидатов в мастера спорта. Также девушка получила благодарственное письмо от главы администрации. Дружить со спортом с юных лет в детском саду «Солнышко» ребят приучает инструктор по физической культуре Олеся Шаманова. Сегодня она также в числе награжденных. В детском саду я уже работаю 5 лет, занимаюсь с детьми, учу их физической культуре, прививаю их любовь к спорту. Для меня это очень важная часть моей жизни, потому что от того, что заложим в них мы, зависит их будущее, главное их здоровье. Что значит для вас с тем, что вы думаете, что вы думаете? Я считаю, что это гордость, уважение и признание все-таки нашего дела, что это очень важно. Добавим, что День физкультурника в России отмечается с 1980 года. Сегодня День физкультурника своим профессиональным праздником считаются тренера, учителя физкультуры, спортсмены и просто любители физической культуры. А сам праздник продолжают широко отмечать в нашей стране. По официальным данным на сегодняшний день, в Свердловской области физкультурой и спортом занимается каждый третий житель, а это более миллиона человек. Свободный по праву можно назвать спортивным городом. В этой сфере муниципальной власти и лично глава городского округа Владимир Мельников уделяет особое внимание. Сначала шею разминаешь, потом руки, потом еще вот так. Вот так в будний день горожане демонстрировали свои спортивные навыки. Зарядка, говорят они, залог здорового образа жизни. Но чтобы оставаться в тонусе, одной физической культуры недостаточно. Знаете, что такое здоровый образ жизни? Ага. Что это такое? Ну как вы считаете, в вашем понятии, что такое здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни, когда ты ешь все полезное. Правильное питание еще? Молодец. Занимаешь зарядкой. Так. Спишь, наверное, до обеда? Нет. Нет? Не до обеда? Нет. На физкультуру не ходишь? Нет, надо ходить. Надо ходить. Да, да. Обязательно. А вы ведете здоровый образ жизни? Естественно. Точно? Ага. Молодцы, ребята, молодцы. В пятницу 11 августа в Свободном состоялась традиционная акция «Мы за здоровый образ жизни». Здоровый человек – это успешный человек. Это всем известно. Поэтому традиционно Дворец культуры Свободный, своими силами и силами администрации городского округа ЗАТО Свободный, проводит акцию «Мы за здоровый образ жизни». Наши жители в последнее время проявляют активную спортивную позицию. В этом году активное участие в акции принимали члены Совета молодежи. Без активного образа жизни невозможно нормальное функционирование всего организма. Поэтому наша цель Совета молодежи – принимать активное участие в спорте. За выполненные упражнения и знания о здоровом образе жизни дети и взрослые получили сок. Молодцы. Держитесь праздником вас. Держи. Вот, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. А вот в рамках празднования Дня физкультурника с свободным также состоялись показательные выступления общественно-молодежного спортивного движения «Воркаут» из Нижнего Тагила. Молодые спортсмены провели для детей и взрослых, и военнослужащих городка зарядку, а также показали мастер-класс, выполнив спортивные элементы на воркаутах. Видеозарисовка с мероприятия в нашем следующем сюжете. 12 августа вся страна будет отмечать Всемирный Всероссийский день физкультурника. Мы не остались в стороне и тоже решили организовать для вас ряд мероприятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы желаем вам выступать в команда «Воркаут» Нижнего Тагила. Будет показательное выступление от нашей команды. Я вам продемонстрирую те элементы, которые мы умеем, которые мы научились сами. И после этого также мы будем вам предлагать и просим попробовать, потому что это интересно, увлекательно, и на этом можно научиться каждый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА